ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я, собственно, рассказываю, мы с Лёхой встретились на этом бро-турнире. И у нас какая-то петушиная расстановка, которой не бывает, например, в 3.9. Смотрите, орки будут идти вот долго ко мне. Я буду не знать, чем я заниматься буду, потому что я тоже хтхшный. Мне как бы не надо хтхшиться с этими чуваками. Иди давай по-мужицки, давай подеремся. Я согласен. Ну, короче, я постреляю 6-ой силой, куда-нибудь, может, на рейдинга накидаю. Стрелять в это говно бессмысленно. Смотрите, значит, руков в 5. Это Аркарион. Аркарион, да. Это Гази едет на своем вагоне со всей шаблой. Да, с Вах Консилом. Бойзов там 50? 60. 60. 60 Бойзов, Вах Консил, нобы с Армор Бэйном. Один чувак. Один чувак. Ничего не забыл? Эти пьют чайок тут вдвоем, типа. Мой Джонни и Сквик. Сквика зовут Туфи. Туфи. Вот. У меня вот так все стоят, понятное дело. Пром-пром-пром-пром. И вон там мой релей. Все. Пока Алексей нудит, короче, мы накидываем трейд. Мы профиты в прошлый раз неправильно. Мы думали, он профит. А вот профит, смотрите, ему шестерка. Это пиннинг-пиннинг-тест. Не хочу. Хочу колка. Хочу. Двойка. Двойка это у нас. Найт-атаки. Бесполезная херня. Так. Давайте. Шмаги. Значит, нам по телепатии. Леон и я. Я хочу увидеть эту грану. Терочка. Нет. Тройка. Терочка. Лерол. Терочка. Нет. Как всегда, один, два, три. Окей. Потрачено. Леоня молодец. Следующий. Терочка. Нет. Конечно же. Терочка. Нет. Нет, конечно же, два, три. Даже, я так понимаю, один. Нет. Пока нет. Пятерку дайте, суки. Нет. Шраудинг хотя бы. Ладно. Морг сморг. Следующий. Он не даст. Тройка, конечно же, да. Очень нужна. Еще раз пятерку, сука. Тройка. Пятерка. Пятерка, конечно же. Просто нет пятерки, сука. В этой магии нету. Вот она, вот. Спасибо, девка. Так, теперь сюда в девенацию. А у нее нету психосилового невизивих. Да, конечно. Невизивих? Нет, сука. Я опять нудит. Алексей опять нудит. Девенация. Девенация. Тройка. Это перфект тайминг. Очень нужно. Тройка. Это перфект тайминг. Очень нужно. Двойка. Это форевординг. Нафиг не нужен. И кол. Форевординг. Форевординг, форевординг. Фирект тайминг. Вот. Что-то 1, 2, 3. Сумок. 1, 2, 3, да. А тут смотри. 1, 2, 3. А тут 3, 4, 5. 3, 4, 5. Как классно. А тут 2, 3, 4. Слушай, смотри. Профиту гифт 43. 43. Это поиск. Поиск. Спешно. Спешно. Я понимаю. Есть два стула. С одной стороны, всегда неприятно встретиться с братюней на турнире, потому что кто-то идет вверх, кто-то идет вниз. С другой стороны, всегда приятно встретиться с братюней на турнире, потому что каточка будет отличная. Тем более с братюней встретились на дне. Да. Копошайся там на доныш. Ну и так как нам, в принципе, безразлично, кто там что выиграет, в общем, мы никуда не пытаемся зайти. Так что вообще есть один стул, получается. Просто с Алексеем. Покойненько. Поиграем, да. Попьем чайка и так далее. Да, я там как раз и налил чаек, и пока ты кидаешь, значит, на говно. У меня есть проблема. Я ненавижу второй тур на всех турнирах. Я не понимаю, почему организаторы постоянно делают так, но в рульбуке 6 миссий Тернелла, 6 миссий Моэля, 3 расстановки. Но обязательно во втором туре встречается рак и Тернелла, рак расстановки. Это вот эта дебильная расстановка по коротким сторонам и киллпоинты. Это просто жесть. Я не помню еще, какой там был Моэль. Ну, Моэль-то фиг с ним. Но я не понимаю, почему на всех турнирах постоянно одинаково. Почему не поменять местами, там, не знаю, ну, убрать киллпоинты, дать другую миссию из Тернелла. Вот почему нельзя перемешать. Для меня это вот самый рак, потому что вот аркатой на киллпоинты играть дропно, потому что миллион киллпоинтов, а против тебя обычно киллпоинтов мало. И еще эти долбанные короткие стороны, когда ты ни до чего не можешь дойти. И это вот... В третевятом такой проблемы нет. А ну... Опять я про свое петушиное третевятом. Да, с твоим петушиным третевятом другие проблемы. Ну, короче, смотрите. Сейчас Леша будет ко мне ехать, а я буду пытаться настрелять сколько я могу. Потом, как бы, хочешь не хочешь, придется принимать гостей. Вот как-то примерно так партия и пройдет. Гостей с других властей. Куб перехватов в позицию. Четверка какая-то. Первый ход лесника. Он едет насколько может. Застрял на муве, застрял на турбобусте. Здесь прошли, выехал, с гаража и типа... И на шесть проехал главный чувак. Наш первый ход. Мы отжались, отошли. Вот третрейндж вот этого негодяя. Так, стоим. Инвиз с перилами, к сожалению, третьими из кастели. Четвертый инвуль, реролы ту хит. Шутинг-фазу гатлинга этого. Взрыв, осталось трое. Из болтеров бом-бом добили двоих. Из этого гатлинга сюда, осталось трое. К сожалению, бом-бом нельзя сделать. Из ракет сюда. Прямо на этого пацана это откинул. Двое чуваков не откинули, но... Как бы стоят. И отбежали чуть-чуть культистами. Да не бом-бит у него. Не бом-бит. Ну, на такой расстановке. Первый ход, что я могу сделать? Все, вперед. При этом, я как бы, играя Аркарионом, я знаю слабые стороны, как очень плохо он играет с МакБоингами, которые обмазываются в первую очередь форсой, который просто смертельно для газя Боинга, когда, ну, газик уходит к одному магу в челлендж обязательный, а другие просто бодро форсой нарезают весь Боинг, в итоге остается один газик. Поэтому мне стремно топить вперед вагоном, потому что все придет и шатает его. К тому же, я еще стремался и не втопил вперед, потому что ты мог двумя своими спавнами просто обступить вагон, и я не высажусь, если ты его врекнешь. Поэтому приходится как-то вот на полшишечки ехать вперед, и при этом еще Найт, который расстреливает, и вот все не в мою пользу. Плюс еще долбанный Аркарион, у которого не хватает очков на отвалы труком, в результате чего два из них застревают в одной и той же руине. Да не бомбит у него! Нет. Как раз вот единственный шанс против этих магбоингов, это чаржаться вообще максимально всем, чем можно, и там вот отвлечь атаки от Боинга, чтобы с магами встать в БТБ бойзами, чтобы маги были обязаны бить бойзов. А вот два трука уже сразу обосрались в этой руине, и плюс еще сейчас Найт там перестреляет к зоговой матери, все, все. И в общем, я не знаю, что делать, в общем, стрёмно как-то. А я как бы, у меня, опять же, все еще наигрыша нет, я толком не понимаю, что как будет, и стараюсь максимально тайтово играть, то есть расстреливать все, что пока ползет ко мне. И, собственно... Ты боишься этого бойника? Ты не знаешь, что ты его... Да, я реально как бы боюсь, что я не думаю, что... Короче, можно идти, как ты говоришь, вперед, но это куча мыслей нужно умных делать, очень велика... Шанс обосраться. Да, ошибки. Вот, поэтому я тупо отступаю, жду, когда Алексей ставит в удобное положение, как-то там выскочит, например, из этого еще что-то. Вот, короче, чтобы его можно было заломить. Вот, заломить. Короче, мы друг друга боимся, такие силы. Но ты боишься только потому, что ты не знаешь, что у тебя преимущество, а я боюсь, потому что я знаю, что ты, если я пойду как вперед, вот... Ты меня фармагуешь. Да. Плюс еще Найта мне как-то ломать, кроме Меганобов и, собственно, Боинга, ну, нечем. Стрельбы у меня вообще нет. У меня там вот какие-то ракетки... Ну и Найт, конечно, сами... Найт с этими двумя пушками, это просто жесть. Он тебе не вези, виговый, не вези, виговый. Идет, идет скоро. Слушай, там какие-то проблемы, короче, заставки. Какой ход, Джонни? Второй отвечает. Смотрите, отсюда сюда проехал. Проехал также здесь. Пацаны бегут. Из труков, которые застряли, пацаны все вылезли. Вот здесь один, здесь три. Что-то там стрелял. Случайно отсюда попал. Четвертый откинули. Месси пока не сделал. Приближаются, в общем. На второй ход у нас вышел Дракон. Вот так вот стал, перегородил тут, чтобы никто не ехал. Нахрен не стали даже вектор страйкать тут никого. Значит, четвертый инвуль. Ролл, то хит. Форса, форса. Все. Инвиз не стал, да. Инвиз не стал, потому что последний ход сейчас, то есть он перила, и когда он понадобится, его не будет. Шутинг-фазу. Выжгли здесь пятерых чуваков. Горят, но не горят, как всегда. Здесь расстреляли ничего. Два четвертых. Отбежали. Отбежали и расстреляли труп. Из него вывалились какие-то мобы. Неожиданно вдруг. Там чуть-чуть постреляли тоже пацанов. И шаблон сместился, к сожалению, с нашего Найта. Реально страшно. Видите, трупки ломаешь, ломаешь. Пацаны, пацаны, хоп, мобы, короче, с кулаками рядом с Найтом. У меня сразу поддон отвалился. Коварный план. Я специально ввез их, чтобы они пошли и пошатали Найта. Ну и как раз вот второй ход. Я не знаю, правильно ли я сделал то, что я повылезал байзами из сломанных труков. Возможно, стоило сыграть как-то лайтовенько, спрятать эти келпоинты. Но тогда вообще можно было просто уехать всем и стоять. Типа до свидания. Короче, 36 дилем ты недостаешь. Да, то есть уехать. Но вот решил потопать там вперед. Но ожидаемо там Дракон, Найт, все там к чертям простреляет. Жалко, что Меганобов ты все-таки смог высадить. Если бы не высадил, там было бы получше. Ну я не знаю, короче, вот инвиз на первый ход. Зачем? Он до нее не доходит. Он такой, ну вот такие инвиз, о, перила, ничего себе. Хоть не, блин, словил бы первый, что ли, помер. Была бы честная пацанская драка без всяких инвизов. Без всяких инвизов, без все. Вот. И я не знаю, короче, что я делаю. Потому что надо прийти и разбить лицо. Вот это орковская мысль. Прийти, разбить лицо. Все. Пофиг там, киллпоинты, не киллпоинты. Ну, больше делать нечего. Отжиматься нету смысла в любом случае, потому что ты меня расстреляешь. Надо идти вперед. Третий ход орков. Смотрите. Газкула. Эти бегут, свой костер с собой несут. Здесь вот так бегут. Пришли ко мне, убили даже одного. Там, но последний. Ненавижу, сука, вот эти остатки. Две ракеты в дракона, ничего. Пацаны там как-то стоят. И новые бегут, постреляли. Убили одного. Чёрджи, здесь сколько? Восемь. Восемь? Плюс два, да? Без плюс два. Да, блин, без разницы, хотя бы одна модель. Ты не сможешь прийти сюда. Давай еще посмотрим. Давай. Хурвергор. Вот так. Десять. Хватило. Десять плюс два. Да. К сожалению. По салт фазу здесь тоже дошли. В челлендж пошел Хэнк. Хэнк в челлендже с Нобом. С одиноким Нобом. Одну атаку попал. Одну пробил. Чувак не откинул. По бунам. Шесть. Не. Шестьдесят один всего лишь. Стаборн. Оу. Потом убили двоих чуваков. Остался один Ноб, который четыре атаки попал. Три пробил. Три в три. Мы разменялись. Стаборн не понадобился. Ну и как-то и... Короче, не нравится мне все. Здесь этот пытался убить, но мы отлукатели. Там типа один спаун в одной вунде. Еще одного убили. Мы смогли одного убить Ноба спавнами. И с шести атак фарс-вэпонами заряженными мы попали один раз и не пробили. И то в челленджи с обычным форумом. Пошли в жопу, сука. На три плюс попасть не могут. Движуха начинается только на третий, третий ход. Бойзы. Остатки бойзов бегут в ХТХ, чтобы зарезать культистов. И в итоге они обосрались. Драки с культистами. Хэнк-мужик. Просто жесть какая-то. Че-то ты Ноба иди сюда. Мы как раз новый меч дали. Вот. Только потому, что им меч приклеили. Меганобам не стоять в поле все-таки. Надо было куда-нибудь прийти. Все-таки набегу. Я открыл, вижу там Ноба. Бежать быстрее моими спавнами, перекрывать рыцарем. Поскринил рыцарем, но я решил, опять же, чем стоять в поле, чтобы ловить чаш спавна. И так меня придут. Так они еще и словят гатлинг от рыцаря и спавнов в чаш. Я решил подчаржить сам, дочаржился, даже там кого-то убил. Ну, вот ты рассказываешь, типа, я приду, тебя форсой натяну, ага. Ну, тут ты просто, как обычно, твой рак кубов включился, но... У меня всегда так. Зачем попадать там? Ну, и опять же, у тебя там половина магов. Половина. А я боялся, что у тебя будет вот два боинга как раз, и приходишь двумя боингами, так втиски газику и все. Я это разделяю, властвую так же, в принципе. Вот, вот, вот. А газика надо было вместе шатать, но до газика мы еще дойдем. Наш третий ход. Дракон вот так пролетел, вектор страйка осталась в одном хуле. Вышли здесь наши культисты, на четыре еще пробежали. Мы скастили сюда инвиз, здесь шраудинг, форса заряжена, здесь четвертый инвуль и реролы. Листнику дали один куб, и ни разу не скастили меньше двух успехов у нас. Ничего даже не мог отменить. Шутинг, фазу, дракончик выжег тут какое-то количество песих, сынов, они убежали. Наш Найт пытался без реролов сюда, он накидал три пня. Четвертое поле, все спасло, не вопрос. Вот, смотрите, как. Листик такой, что, кинь 5+, да не вопрос, что это, мужики, все нормально. Восол, фазу мы... Короче, жопастик, рассказываю, трустори. Жопастик заходит, такой, что, кого-ка, слышь, кулаком одного, этого, вот этой палкой третьего, четвертый, с жопой, короче, пятого, всех порвал. Так сказать, от сердца к Волгограду, короче, кидаю. Мужик вообще, все, всех разорвал. Значит, смотрите, здесь мы разорвали Ноба, но, к сожалению, не вот этим пацаном. И здесь мы разорвали всех Леон Я, убил, кто это был? Мек, это был, убил Мека, убил босса, два буна у него. Первый же Бун, смотрите, что, да я прям не могу, все время. Давай, давай. Шестьдесят три, шестьдесят три у нас, feel no pain. У-у-у-у. Давай второй. Так, второй. И тридцать... Ну, неинтересно. Три. Тридцать три это... И став на, ничего себе. Мы уже не инстинься. А потом еще вторым, второй, второй девчонкой порвали еще двоих. Чуваков, она себе получила плюс один силу на болтерах. Ничего себе. И Hungry for Glory миссионную сделали, молодцы. Просто мои пацаны все культисты, спавны, жопастик. Маги даже стали попадать. Охренеть. Буны полезные. Он еще ноет. Он еще ноет. Мне вот так варбанда, когда кидаю по бунам. Там вообще не... А здесь все. Плюс, там, мне ничего... Вообще класс. Почему с братьюнями идет ад какой-то? Буду играть с кем-нибудь крутым? Не, нифига там. Айси аура, айси аура. Ну, в общем, меганобы обосрались. В итоге в ХТХ, так же, как рядом, обосрались бойзы. Ну, жопастик убил бойзов, окей. Круто. И вот перед следующим ходом у меня вот опять два стула. Вот мне Боингом идти шатать один спавна Боинг с одним магом. Или там как-то пытаться на дальнее расстояние-то ехать там к найту и прочему. Я помню свои удачи на стампах. Как-то мне стремно к найту тоже лезть, потому что у меня газик как умирает. Одна стампа в газика. Шесть. Так вот два раза подряд было. Стампа шесть. Стампа шесть. Причем именно в него. В кого-нибудь там другого? Ну, ладно, на тебе там. По сейф. Шестой силой по четыре. По сейф. В газика. Шесть. Ну и... Все потеряно уже. Там уже просто ад какой-то по набитым киллпоинтам. У тебя там сколько? Совсем чуть-чуть на самом деле. У меня там под двадцать. Я выпнял первую миссию по маилю, а? А у меня по маилю там вообще ничего не идет. Там просто какое-то говно выходит и... Убей вас, олд, фазу. Кого? Я пытался. Я пытался. Культи не дали вообще ни пяди. Земли русской. Да. А драконами ты выжигаешь самых полезных юмидов. Ну, надо было снять... Стоят пацаны... Гречины. Я вспомнил, что за маилю был. Сколько точек, столько искоришь. Они стоят и тебе подтаскивают. Поэтому я, собственно, их убивал. И, как видите, короче, я разделяю свои силы, чтобы газик куда-нибудь пошел. Убил один отряд, второй как-нибудь там будет в другом месте бегать, остальных нарубать. Но при этом это как раз твоя ошибка, потому что тебе нужно было, наоборот, в центре. Встать всеми вместе, когда бы ты ушатал газик. Задним числом-то я вообще умный. А если я знал, что я в плюс тафна, я бы вообще там пошел бы. Меня десятая не инстит. Ну, кстати, да. А? Тебе нужно было всем вместе прийти, пойти и ушатать газика. А ты зассал. Зассал. Знать бы прикуп. Джонни, какой ход Джонни, четвертый ход орков. Смотрите, вылез наконец-то босс. Главный, главный босс, босс. Боссов вылез. Смотрите, что он не крашен. Ни хрена, что это за зашквар, Алексей? Ну, босс, боссов не крашеный. Как? Он занят слишком для того, чтобы покраситься. Ребят, видишь, вы вышел из дома накраситься, это не успел. Постукайте его и вперед вах везти. Значит, вылез, что-то пострелял, жопастик, все, впитал. Лайкобосс, короче, чарджится. И Тачана его поехал куда-то туда, не знаю, что хочет. Пацаны что-то бегут, стреляют, ничего не делают. Особ фаза, куём нарратив. Смотрите, жопастик, он просто жжёт. Несмотря на то, что он лежит в земле, не обращайте внимания, он воняет на всю из своей жопы. Он смог пробиться через 2+, с реролом за лаки-стик. Два раза проносил вунду через лаки-стик. Второй армор. И даже ФНП один раз не спасло. Товарищи кидать 5+, вообще как 2+. Короче, кто там в ухранах остался, упырь с лаки-стиком. Вот, бились как звери, впитал в себя просто по 4-й инвуль бешеное количество, но суки положили. Положили гады, убили также моего варлорда, который даже и не пробил ни разу. Пояс он ему не пригодился. Короче, жопастик единственный, кто тащил и умер как герой. Сгорел ещё один чувак. Уже два. Горят они на протяжении, не знаю, сколько годов. Два, двоих. Короче, четыре раза сгорели. Что я сделал? Я сделал Вич Хантера, я сделал убить варлорда, я сделал убить юнит. Кинь сразу. Ну, к четвёртому ходу у нас остался, собственно, только Газик, его команда. Не накрашенные. Ну, как раз, как я уже говорил, я пошёл шатать. Хотя бы один спавнобойник, хоть кого-нибудь убить. Бойзы там что-то гуляют оставшиеся. Никогда до ХТХ они сами не дойдут, просто они прячутся там от найта. А за руинами вагоном встали лбом специально к найту, чтобы он не напырял его из гатлингов. Ну, дерёмся. И причём хорошо, Боингом остались ХТХ, там сколько-то спавнов осталось, чтобы мы их нарезали на их ход и освободились. А так, ну, вот так вот. Ну, чувствуете настроение, да? Вот я, короче, в прошлом ходу напырял, там прям такой подъём, да, давай! И как-то вот кубы кидаются прям. Вот она, бро-партия. Не то, что там будет уныло. Вот, вот, прям хочется прям текст летит с губ. Класс. Не очень. Четвёртый мой ход, там пробирается. К ним прибежала девчонка с инвизом. Чувак чуть-чуть отошёл мой. Здесь развернулись, будем сжечь. Типа сели в ховер. Пацаны с таборной стоят, скажут, иди сюда, сучёночка, мы тебя нагнём. Некрашенные говно-то. Шутинг фаза. Два! Осталось хуллпойнта. Не дожали, к сожалению, повесили третий результат, неинтересный. Здесь, смотрите, горят, осталось двое. Причём, но практически сгорел. А до этого шаблон положили, у него одна рана осталась. И огнемётами, хш-хш, с реролами сюда пробили. Сделали Big Game Hunter. И с этого не пробили. С реролами, к сожалению, там бежим, идём, ничего не делаем. Пятый ход, Джонни, да? Пятый, смотрите, друг вот тут внизу стоит. Посадили вот эти все парни, сели в него и поехали. Не сгорели, как так, не знаю. Значит, ракета отсюда попала и глянецами сняла. Ничего, к сожалению. Эти отступают, смотрите. Ну-ка, на камеру. На камеру, блин, потухли на камеру, суки. Почти сгорели, а? И тут что-то вообще никакой движухи. Мой пятый ход. Рыцарь вышел на середину. Но эти подбежали туда, разбежались. Девчонка, пацанчик и Леон Я остался в отряде. Сейчас он получил инвиз с шриками. Там убрали до хрена, здесь убрали несколько. И девчонка зафейлила вот этих убрать. К сожалению. Дракон вот так развернулся, смотрит на этих чуваков. Хэнк сидит. Шутинг фазу выжгли там, остался один. К сожалению, ракета не попала. С этого добили здесь пацанов. Сюда, к сожалению, ни одного, ничего вообще рендинга не накидали. Во салт фазу убили чуваков. И самое важное, вот там чувак сгорит или нет. Так. Один раз горит на 4+. Фак ю. Да. До свидания. Джонни, как думаешь, нормально? Очень. А теперь важно, где судья? Джадж. Джадж. Алексей хочет тебя подчаржить. Джадж. 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 Можно начинать следующий ход? Нет, ни в коем случае. Он замедляет время вот этим говном постоянно. Кинь, кинь на всякий случай, чтобы не пригорало, да? Вот был бы, но вот судья сказал, что нельзя. Еее. Судья сказал, значит, кончилась партия. Все, нельзя играть. Да, при этом там еще все играют еще полчаса, а мы... Ну, короче... Ну, я, конечно, это просто так. Понятно. И без всяких... Очевидно, был... На последний ход, короче, нужно было максимально киллпоинтов набить. Я разделил все войска. В принципе, мы решили с Алексеем доиграть, посмотреть, что бы было, поменялось ли чего. В любом случае, там такая жопа по набитым киллпоинтам, что вообще больше, чем у жопастика эта жопа. И она в любом случае почти ничего бы не поменяла. Ну, да, вы видели последние... Самая раковая миссия, на самом деле. Согласен. Я изначально уже говорил, голубанные киллпоинты. Я просто так вот, типа, киллпоинт, 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 короче. Ну, абсолютно непонятно, почему какой-то сраный трюк столько шестой, сколько если, например, найтап у тебя у тебя. И к тому же я не понимаю, зачем вводить вот две миссии, считая одинаковые. То есть мы в конце считаем набитые очки, и при этом есть киллпоинты. Вот это одно и то же. Да. Зачем так делать? Ну, всегда были киллпоинты, пятерки, шестерки. Единственное, что меня раздражало, это твои, короче, бесстрашные все чуваки. Большие пятна, и вот по одному остается. Спасибо, Газику за это. Та бежит, там, типа, вот с фейла девочка прям вышла. Давай, пацана, чуть-чуть, там, ледак какой, седьмой у тебя там прям в шейк. Да ладно, ты все равно их убил потом. Ну, да, дожал. И в итоге остался у меня как раз вот Боинг, Газика, который безнаказанно. Ну, вот Алексей говорит, что нужно сначала убивать Боинг, потом все остальное лежит. Я всегда придерживаюсь той стратегии, что сначала объесть все вокруг, потом уже заниматься, если осталось время. Ну, мне кажется, ты мог бы просто вайпнуть, и все, если бы ты так не ссался. Ну, по факту, что Газик сделал, он мне убил Варлорда, и что-то спавнов там нарубил. А так бы ты убил, ты-то косарь очков практически ездил. Тоже верно. Косарь. Было бы до 20.0. Пошел бы еще больше в топ. Да вряд ли, вряд ли. Вот как раз я всегда говорил, вот проблема этого Аркариона, в том, вот кодек роста на Аркарионе, то, что это вот один отряд. Один отряд, который не такой адово живучий, как любой Инвиза Боинг, не такой быстрый, как любой Боинг, который там набегает. Если его высадить, то все. Даже несмотря на то, что он может бегать и чаржить, все равно это 6 плюс Д6. Кто-то там на 12 гарантированно бегает. И вот мобильности практически никакой. Вот эти 2 пачки спавнов разошлись, и все, и мне выбирай какую. Ну, собственно, время закончилось. Сейчас мы, пока остальные доигрывают, решили посмотреть, чем это окончится. И посмотреть, сколько мы успели бы еще собирать. Сейчас мы могли бы сыграть. Дальше наша битва шла в воображении. 6-7 ход, самый жуткий, страшный, где убили моего Леонья, просто разорвали его клешней, там, спавнов оторвали в 7 клешней, все такое. Я добил трюк, добил вагон, и трюк добил, и там приехал, поскорил жопу. Инвиз, случайный трюк, там, как-то ее застрелил, одну рану, конечно, нанес, она, естественно, ее прорвалила. Вот так вот. Ничего не меняет абсолютно. Мы как посчитали, то же самое, короче. Рак расстановки. Рак расстановки, 17-3 в пользу. Молодец я. Спасибо. Сейчас сыграешь, смолчанец. Все ржут надо мной. А я всех порву, у меня есть запастик. Несмотря на то, что у меня как бы остался дракон, один байкер и рыцарь, все равно счет, в принципе, не менялся, потому что набитое просто несметное количество. Ты прибавил просто раз два, да, три. Три. А я два. А ты там наломал еще машинки. Да, два получилось, как бы, и, ну, все равно, одиннадцатый. Разница и это максимум. Ну, все равно, гол престижа убил все эти бойники, ну, Найт остался с байками. Ну, да, это, короче, такое, дополнительные два хода удовольствия для Лесника. Да. Дойти все-таки втоптать этого сучка. Разбить лицо, как я и хотел. Я разбил все лица, которые бились, кроме того, одного, которое уехало. 17-3, по-моему, да? Да, чуть-чуть. 17-3, и, получается, я прыгаю на плечи Лесникой, такой, типа, он меня подсаживает туда вверх. И напоминаю, что это дурацкий, короче, турнир спотодроще. Типа, самая потная катка в Москве, и в результате, как бы, я попадаю на... Капитана сборной России по футболу. В случае, завтра увидите, как меня будут рвать, в случае просто... Это будет страшно. Я... Зачем, я лучше бы ты пошел? Вот страдай, страдай. Обидел меня, теперь страдай. Субтитры сделал DimaTorzok